Друзья, доброе утро. Сегодня Денчик играет 1х1 турнир. Бежим в практиц, болеть за него, поддерживать. Будем всей команды стоять сзади и говорить, Денчик, let's go. Сейчас наш мальчик покажет наш ланя. Сука, ошибся, скримом. Смотрел, думал, что скрим не решает. А вы еще раз такой план будете? Нет, нет. А, ну да. Да, бля, ебаный скрим, блядь, заревел и все. Еще бы он на фон блин качнул. Должить кортик. Ну, как будто я мог на первой пачке, просто кортик, оказывается, качнуть и ебало ему дать. Да, рубежка в том, что, скорее всего, по третью пик силы, это больше. Я думал, без... И так, короче. Сверхи кВ, теперь можно кВ забивать и нормально потремиться в первую пауэлфу. Просто гиган нахуй. Да, балансирую, ё. Ставить в первую рамку. Ура. Мне кажется, да. Все, парни сегодня играют в паблики, праки. Как обычно тренируются. Завтра у нас первая игра плей-офф против гейм, гладиаторс. А вы знаете, да, историю, то, что парни отказались играть против нас на 1х1? Да, да, да. Паш именно прям так был. Ну, прям рассказывали, что так. Ну, типа, то, что никакие не флаконсы не хотели просто у нас играть, а не надо было играть, типа... Один-один в паре. Так, убежать в паре. Это не так было. Был очень так и было. А как это было? Не знаю. Чтобы набрать классы, просто и хватало было играть, и все. Друзья, всем привет. Доброе утро. У нас первый день плей-оффа. Сегодня играем против гейм, гладиаторс. Играем мы вторые. В час дня по-местному. Вот, в основном, здесь Илюша. Смотрит игру LGD BB. Что можешь сказать, Илюша, по поводу этой игры замечательной? Не знаю. Я не смотрел, я играл. Ну, вот по пику чисто, если посмотреть. По пику, я думаю, слева сильнее. Когда у них гармоничнее все выглядит. Если чуть-чуть ошибутся, ББ, я думаю, могут LGD забрать. Но пока что ведут Бэтбум. Ну, короче, и та, и та команда может выиграть уже на такой стадии игры. И там, и там плюс-минус хороший драфт. Но мне ДК чуть-чуть не нравится тут, не знаю. Он как будто может быть булкой в один момент. Ну, короче, надеюсь, что победят Бэтбум. Там Чен слишком сильный, нет? Чен же сейчас прям оверрейтед такой. Чен сильный, но, я думаю, там и панка катается. И как-то, короче, много уе. Из-за этого он может даже не спасти, типа. То есть, Чен, чем дальше, тем хуже он обычно. Что можешь сказать про нашу игру против ГГС сегодня? Ну, там Ярик что-то уже думает, придумывает. Там свои драфты, распики. Все там передвижения уже все записал в бумажке. Так что, я думаю, Ярик сделает красоту. А мы, надеюсь, не за трое. У вас было два дня выходных сейчас, не было игровых дней. Над чем вы работали? Что исправляли? Может быть, были какие-то именно аспекты? Мы отдыхали. Мы отдыхали, ездили в ТЦ. Ну, это позавчера. И играли паблики. Вот вчера, да. Вы играли паблики, играли праки. Играли паблики, играли КВ. Да, да просто надо нам постабильнее играть. Поменьше руина. Я думаю, даже так про эту встречу. Нам не столь важно ее выиграть, сколько сыграть хорошо, чтобы мы были довольны своей игрой. У тебя какая цель на игру сегодня? Победа или смерть? Door die. Я в турнире мидеров с таким же майнцентом подошел и проиграл в первом раунде. Ну, там просто на самом деле турнир мидеров рандом же полный. Ну, типа там люди закупаются специально на 1х1, качаются специально на 1х1. Честно, просто мне так лень было играть. Ну, и плюс меня обыграли. Катал плейт. Начал, блин, качал на первом. Бля, да я тоже думал, да, бля, и так же надо было сделать. Кстати, вот, бля, я сразу продумал, что надо клинок на первом качнуть и сразу въебал. Не блин, а клинок. Ну, что-то, честно, в моменте подумал, что это хуйня. Ну, оказалось, как оказалось. Ну, онлаки еще бывает. Зато мы по раке поиграли, правильно? Потренировались. Ну, конечно, я просто въебал, чтобы мы КВ поиграли, чтобы мои ребята потренировали. То есть я-то, бля, за меня не переживайте. За ребят больше пережал. Ладно, говорят, что у тебя сейчас прям best shape твой. Что думаешь? Ну, реально, ты неплохо показываешь себя на турнире. Да ну, это хуйня. Не best shape. Можешь лучше еще. Всегда. Всегда можно, ну, куда лучше. Пизда, проебали, лжедя. Реально? Да, все, пизда. Ладно, у ребят еще есть часик примерно. После второй карты мы двигаем на веню. Будем как-то подключать. Девайс. Покушал, позавтракал. Да, позавтракал. Выспался. Паблик выиграл. У тебя бинга сегодня есть? Это когда покушал, паблик выиграл и выспался. Ну, у меня всегда почти так. 1-1 на сегодня. 1-1. Не, я должен был выиграть первую. Ну, а там чел просто ливнул. Я тоже должен был выиграть. Что поделать? А вы в команде играли? Не-не-не. 13-1 я играл и проиграл. Это обидно. 13-1? Замену бы были, если честно. А в соло? В соло? Не думал. Ну, я возьму в соло, но что-то не дали кукнуть. Друзья, мы двигаем на арену. На Уэнь Ю. Да, игра против ГГ. Прямо на основе Ярослав. Вы только что разбирали игру. Вместе с Сталином Саратов. Да, пытались какие-то пики найти. Что-то вы придумали, да? Все рассказывать мы не будем. Небольшая идея. Поговорим про ГГ лучше. Что вообще изменилось у них после Инта? Плейстайл, может быть, менялся? Нет, ничего. Ноль просто изменений. Я считаю, нет. Просто немножко герои какие-то изменились. Такая небольшая корректировочка. В плане драфтов. А плейстайл, приоритеты не изменилось. То есть мы можем повторить International сегодня, да? Ну, это не совсем так работает. Почему? Мы, конечно, будем стараться победить. Использовать наши сильные и давить на их слабые стороны. Да, это все же немного разное. Это как бы мета все равно же другая. Тогда были другие герои в приоритете. Тогда было, может, где-то более. А очевидно, типа, что лучше зарейтить. В этот раз уже не совсем так. А какие у них слабые стороны? Пул. Мне кажется, у них не совсем прям широкий пул. То есть плюс-минус можешь ожидать, что они будут брать. О! Чемпион. Это чемпион. Опять хотите поебашьтесь? Смотрите на этот живот. Это просто что-то жесткое. Мой человек взрослеет. 26 уже. Набирается уверенность. Нужи комар. Это вам не ми-пошка на TIN 10. Как у вас играть уже? Все супер. Все по плану. Я смотрел 2-0. Отъебали. Да ты тебя снова поиграться. Надеюсь, у нас такая так же сегодня будет. Правильно? Почему? Как нет? Есть шанс. Человек, с которым мы живем в финале. Желаю удачи Team Spirit в матче против... А, там Антон. Желаю хорошей игры Team Spirit и Гладиаторам. Пусть победит сильнейший. Спасибо большое, дружище. Все, в финале мы с тобой пересекаемся. Правильно? Ну, я бы хотел, честно. Будет интересно. Вест оф 5 просто нас. Это кайф. Следите за Team Spirit в нашем Тинеграм-канале и узнавайте первыми во всех главных событиях в жизни команды. И не забудьте посмотреть закрепленный пост. Там вас ждет приятный бонус. Получаем девайсики, настраиваем столик, ну-ка. Высота. Высота еще посмотрим. 76,2. Идеальный высотой рост. Ну что, я рад. Мы готовы сегодня показывать мастер-класс. Вот сейчас сыграем, и видно будет, готовы были мы или нет. Ну, а предчувствуйте, есть какое-то такое приятное. Да вообще никогда нету. Ты так, чуть-чуть двигаешься на реалист. Реалист получится, так получится. Ну, а так еще, группу мы закончили так себе. С каждой игрой как будто получалось все труднее и труднее, хуже и хуже, поэтому кто знает, что будет в ПО. Ну, у нас вот два дня был отдых, перезагрузка какая-то. Да, может, это нам помогло. Да. И мы как-то можем себя получше показать. Да что говорят обычно, игра будет интересная. И захватывающая. Захватывающая, да. Гранату мира дашь? Даем. Да, да, мы его... Я еще буду давать. Он тоже выкинул. Ладно, мы так уже его убиваем. Я бегу вот на панга немножко. А что, не хочешь стану выдать? Дам, дам. Мы его сейчас, может, даже убьем. Я тебе оставляю, у него ничего нет. У него два стана, я еще, мера. Таллингс Велс, смотри. Не могу его достанеть. Канегма еще будет. Я сбил. Ну, я парень и так. Раскатай. Я, мне на базу надо. Мне надо на базу. Мне тоже надо все на базу. Дерек, третий, будет? Ну, мая, парни, не гасну. Ну, никак. Я сделал, мая, не гасну. Канегма, могу еще прыгнуть? Канег, аккуратно. Ну, меня еще на 5-5. Ну, да. Они его сфайдадим. Леон прыгнул в центр. Леон. Ну, как сказать, мага? Убили все что-то? Нет. Чуть рановато. Ну, да, да. Мы еще убили троих. Ну, мы типа 2 кила сделали в начале и 4 кила за всю игру. Мы типа играли просто слабо, откровенно говоря. Они стоят с вен под вардом внизу, фаргают, он рует в топе. Эти челы контролят руну, поставили вард на руну и бегают вверх-вниз. А мы как-то вообще супер раздробленно. Там что-то МК на варде убивали. Потом тебя там убили. Внизу еще какой-то килл. Мы типа даже не можем стакнуться. А потом зачем драться? Вот вон друид с вен стакнулись. А мы с бестом не можем стакнуться. Если не может бестмастер, тогда давайте не драться. Мы идем драться 4 на 5 в топе своего Т1. Там отсасываем, отдаем весь лид, который у нас был с Лоннинга. Но на то его не лова. У них там уже там скоро 3 топ на Творце были. Да нет, у меня суперплохая игра. Плюс у тебя так и должно было сменить. Ну, я ничего не могу сделать. Они стоят, моют. Я не могу к пачке подойти. Я подхожу к пачке, мне Леон дает стан. Меня пробивают просто под короушек. Это что? Ну, я все равно думаю, это был хороший пик. Я думаю, это в Панго, в Леона, под Гримом, по связку. Где-то разлетится можно звездом. Я думаю, нашим пиком можно гораздо сильнее ткать. Я просто думал, чтобы он таков хороший. На Раскалине тоже не надо представлять. Нельзя давать вон друиду просто подойти и бить тебя. Вот он там спалился на этой... Он же выжил прямо в какой-то... Успирал, он ничего не дал. Потом они все показывают, мы в него прыгаем, и мы его там, по идее, бёрдим. Не знаю, мне кажется, мы не были готовы. Он кадывал ноль урона под портал. А он просто не умрёт. У него там 200 тысяч кп, он собрал саблю, БКБ, аганим. ПТ на силу. Да, он умрёт, если он таковарь на пиво. Ну, мы все нажали, кроме рора. Да, там такая драка, что мы там ничего не нажали. Мы нажали, типа, БКБ под гривом, и вот и шоу. Потом рор, он тоже ничего не понял. Я рора не получил. Но потом в БКБ его получил, и у него был запас, чтобы не умереть. Даже с рором. МК уже все, не может подойти без БКБ, бить там, панга, катить. МК ему дал ноль урона. Вот арена, палка. Я дал арену, еще. В инстаме эфир нажал, я убежал. Все, я ничего не могу сделать. Там был уже потом еще файт. После этого, когда мы в четвером против Питера кидились, там дали уже пол, мне, а потом вы всех пилили. В шармах 4-5 не надо драться. Мы только с БЛЕСТом должны играть. Вокруг ТИБО, либо лес захватывать. Мы как-то попытались один раз, они пришли, на сале натечиться, мы оттуда вышли, и все, они в бирже поставили, и СВЕН там фармят. У них все как-то классически кукчилось. То есть они поставили вард в нашем лесу, вард в Несу на агрис, СВЕН под ним фармят, он рует под ним фармят, и они как-бы смотрят, как мы чуть двигаемся. У нас же по-любому такое должно более темпово быть. Где мы первый спасем вышку в миде точно, и в бочи, например. В топе хуй знает. У нас МК еще через полтамп стал приправить, и не бьет их тоже. Мне точно хочется переместиться куда-то, потому что я линии не могу спеть. А так получается, что мы просто с позиции слабости уже и все. Нас БЕСТа два раза убили, ну и все. Мы место бали, а потом вот мы... Килдсвена по сути проебали, когда вот он вышел отпущивать, когда они... Что-то мы там, типа, там вышел, типа, веб-бортал, я был сверху чуть-чуть, мы не... Да, в мире все надо было просто пойти, ну, типа, вместе с пачкой по Тауру и все. Друзья, начинается вторая карта. Ряда со мной Дмитрий и Корван, что скажешь по пику, Диман? Какие-то комментарии? У них такая манс-драга хорошая, но при этом какие минусы? Ну, изначально... Ну, у них, наверное, долгие кулдауны, из-за того, что прям бросается в база. Мне очень хотелось видеть сайленсер, наверное, в нашей игре, здесь, на саппорте, вот. Но, в целом, флекс Кунки на тройку и Клапа обмит, то есть макдэмэдж меня тоже в целом устроил. Ловить ее... ну, на паунс только ловить, но там можно и в лекерс собрать, и лунчик. Вот, но в целом, в целом нормально. На исполнение, потому что, с одной точки зрения, и прошлый пик был... На исполнение? Ну, в моем понимании, да. Возможно, он был более сложный, потому что там медведь кричит, арена заканчивается, потому что обезьяна выбегает, да, из нее и так далее. Но мы могли лучше исполнить. То есть, да, и сказать, на драке там... Ну, да. Получалось у нас вообще нет. В драках то ли коммуникации, то ли чего, но драки не получались. Поэтому... У нас много урона в купол, по ощущениям. То есть и Клапа может что-то сделать, и Клапочка может... Весь вопрос в том, что будет, если нет купола. Если Войт умрет до купола. Если у него СРП начнут, и он умрет. Что будем делать тогда? Вот в этом, наверное, есть вопрос. Поэтому надо смотреть. Надо смотреть, дорогие друзья. Поживем, увидим. Правильно. Несмысленности щитов. Смотрим, болеем. Болеем за спирит. Они ему подцеплены. Парни, я подхожу в спину. Надо, что тут парень стоит. И Панга тут еще. Панга сновил. Парни, Панга. Парни, Панга. Парни, Парни. Парни, Парни. Парни, Парни, Парни. Парни, Манус еще смотрите тут. Давайте, давайте, Магнус. Замедливающе. Настя, Настя, могу вывезли. На Магнусах. У Магни еще есть. Сейчас есть. Да, давай, давай. Я просто уже скачаю. Давай, ты кнопки свои, давай. Сразу вышечку, я могу... Я не иду, я иду качаться. Вот так, попить хотя бы. Можно попробовать, да, вот так как-то обойти. У меня еще двадцатый талик, Дэн добьешь здесь? А, вот смотрите, они не совсем готовы. Может попробовать напасть, парни. Ну, пока чуть-чуть смотрим, надо увидеть остальных желательно. Покажу, я вышел. Парк. Парни, вот тут под Вардик. Под Вардик еще. Парни, отдать ему кнопки. Потом Кроно сразу можно? Да, да, да. Я нажму. Я в курсе, парни. У него опять есть? Что-то есть дамаж. Ага, понял. У меня... Ну, мы так говорим, по ним. Все, как раз. И это будет GG's call. Совсем другие герои должны быть, чтобы играть было легче. А так, я Фонседрант должен быть. У нас не думали. Я пришел и у нас просто так, и думаю, ну мы проебали. Просто какой-то даже Веры не было. Что будет, не может никого убить, потому что там Виверна. Там есть Свар, который просто идет нас и просто жестко трахает. Если что, им остается колба или РП. И мы ничего не можем. В принципе, у нас даже шансов особо не было выиграть, если мы не в стопе в линии. Но... Да, там слинило сухое пошло. Ахуительно ли они постояли, везде нас перегасили. У них у всех трех воров там 5-6 тысяч. У них принято, на самом деле, просто вот натыкаем вот эту, типа, Расту. Но, кажется, надо натыкать вот пять вместо вот Расту. Просто... Потому что мы и тыкаем, и они тыкают супер, типа, комфортную. Опять же, с тебя эту, типа, вот Энигму. А на Расту же просто аккуренто. Ну, Вердума привязать. Стояла бы она против Магнуса. Но, я думаю, Магнуса опять прибыл в предфарм. Такой, ничего бы не поменялось. Они сделали... По большому счету мы что-то в игре получили, и загибли две ошибки. Когда Пангольер под Т2 покатился, и там драка получилась, они стомитились. И Магнус один раз под два тут прогнал, ну и все. Ну, это сам так... После этого у нас, в принципе, был шанс, потому что мы сломали мид, и мы могли как-то поставить вижн переиграть. Но они просто качались, такие, вард на тройку нам поставили. О-о-ой, пойдем, бьем. Туда надо прийти, его ломать. Мы же вниз побежали, вижн поставили. Мы встали слишком форку, у нас получилось два саппорта в ботик. Вапа может тоже в ботик. Пунка войдет в тройке в уфлэйне. Там абсолютно ноль, на тебя нажимает смок, просто походит, убивает. Ты можешь и санить, и армить. Да там очень мало фарм, но у меня не хватает фарма. Я стою, я фармлю в боте три минуты, у меня нет майла типа. Но если в боте вот это, то нам надо понаглеть и напасть на Магнус. Да он не поставляет. Он под тавром и тройку, под тавром его просто не взять. У него там гарпун, брейсеры, миллион саппай. Если убьем, то ценой несколько героев. Конечно. Там есть только аут, только в телепорт побежать. Вот героя под кунку, который будет топ распушивать. А, Илюха, ты фармишь лес, идешь в мид и в миде доешь. Че придет? Ты мог вылезти? Я думал. Это надо было сильно. Вылезти и убить в ВСП начало. Боткат идет, вот сейчас уже был внизу. Вот не, еще секунд 20 назад. Да, было бы нигде. Друзья, мы вернулись в практиц. Проиграли, к сожалению, 0.2 gladiators. Я видел, вы разбирали игру. Ну, в целом, да. Что пошло не так? Вы смотрели реплей сейчас вот с мирой? Да косячим, косячим. Плохо отыгрываем просто как-то. По многим аспектам проседаем. Как драфты, так игра, так ошибки, так коммуникации. Ну, в общем, везде по чуть-чуть. А с чем это связано больше? То есть без того, чтобы... Я не знаю. И пики, и перемещение, и коммуникация, и оценивание ситуации на карте, и планирование, и понимание, как убить. Хватает руна, не уплотает, на кого напасть, на кого не напасть. Ну, в общем, от этого все уже, знаешь, идет. Сегодня мы играем в паблике и праке, да? Ну, да, немножко тренируемся. Также постараемся как-то обсудить насущные проблемы. Вот, не будем закрывать на это глаза. Еще как бы турнир не закончен. Будем стараться бороться дальше. Так, ну что, друзья, у нас закончились праки, в паблике. Вот, но мы будем сегодня болеть за наш CS-состав. Вот, идем в CERA, там смотрим Counter-Strike. Ну, как смотрим? Ну, вот, я смотрю. Ты понимаешь вообще в Counter-Strike? Ни разу не играл. Вообще ни разу? В CS 1.6 играл, ни в CS GO, ни в CS. Какой там был другой? А 1.6, 1.5, Source? Нет, 1.6 играл, а вдруг потом нет. А, все. Поэтому я не особо понимаю. Ну что, беги, стреляй. Легкая игра, да? Там что-то еще умничают, мол, гранаты, какие-то тактики, но это... Ну, это для задротов. Наверняка гаупсик какая-то. Да, такого нет. Вот, наши парни, наши парни в Counter-Strike. Они выигрывают, нет? 11-2. Все, сейчас вернемся в practice и будем топить за парней. Будем кулачки держать, кричать. Спирит, спирит, спирит. Тебе как детство всех. Сегодня спирит выигрывают в Counter-Strike, а завтра выигрываем ЛЖД. Deal? Хорошо. Все, мы вернулись в practice. Мирослав, вы играли в CS хоть раз? Нет. В своей жизни? Нет. Тоже ничего не понимаете, да? Я просто смотрю, что-то бегать стреляют. Ну, понятно. Примерно на уровне саля, да? Беги, стреляй. А вы? Ярослав, не пушка найденок. Я болею за красивую игру. Что значит смог дал? Ну, типа смог дал. Смог дал. Смог? Все. 13-3. Это победа, друзья. Че? Ну, куда он там близится? Нормально. Одного забрал мальчика. Броки вообще с какой-то хуй той сидит. Это МАК-7. Робовик. Это победа, друзья. МАК-7-11. Сейчас посмотрим, что она с ним делает. Молики полетели. Еще в смоке. Бам! Жестко раздамажил. Ребята, они лоу все. Все лоу. Пять красных. Он такой думает, ребят, может шанс дадите? Еще один раунд сыграем? Нет. Да нет. О, Аленя. Бать, они выиграли М. Лебаные затраты. Это что, прям узле. Кэрлиган, не плачь. Тим, спири! Ты уже свое выиграл. Хватит время. Наши славы. Ой, Юширо тоже плачет, да? Они причем настолько без шансов их выемали, что типа вообще насколько так возможно. Там прям счет. Туры по сути без шансов выиграли. И только нами могли остановить эту машину. А типа чей это пиздюк идет? Донг? Да. Мой. Видишь, как красиво? Ебать. Как вы думаете? Куда же получишь нагрели? Даня Донг. Да, типа Донг, он очень подержать. Сейчас упадет. Кинг Донг. Что она говорит? Не понимаю. Боря, переводи. Ты думаешь, что у них так? Конечно. Ну почему Боря стоит рядом? Сегодня она могла быть его мамой. С ледейками. Да, это может быть типа ее мама, но по вашему возрасту. Я же типа... Я вообще не знаю. Просто стрелял, они умирали. Ну я еще там ваг подрубил, в дым пострелял. Не поняли вообще раки. Я не знаю, ребята. Я не знаю. Извините. Я не знаю. Типа ботела в моей команде. Пожалуйста, не тачь меня. Женщина, пожалуйста. Не, это классно, круто. Жестко. Очень жестко. Аж станы. ЕМ, да? Типа это же вообще вагну. Это жестко. Это жестко. Это жестко, да? Да, да, да. Три ланы. Ты бы хотел, типа, такой? Ну что, мне кажется, ты был богатый. Вообще, да. Главное, все, будем заканчивать. Наш влог на сегодня. Вот. Рады за парней из КС состава. Да. Завтра мы будем показывать, надеюсь, тоже крутую игру против LGD. Ну да. Сегодня просто пришлось соблюдать баланс небольшой. Вот. Завтра уже крейсеры наши не играют, а что? Будем играть мы уже. Будем играть мы. Друзья, доброе утро. У нас начинается плей-офф. Нижняя сетка. Играю против LGD. Рядом со мной Магомед. Говорят, что нужно каждый день делать кто-то лучше, чем вчера. Слышал такое? Да. Что ты сделал сегодня лучше, чем вчера? Да. Билд придумал новый. Билд? Да. На кого? На героев. На каких? На разных. Секретики? Да. Не будешь рассказывать? Нет. Какие сейчас топ-3 об лайнера вы умели? На разо, вайпер. Ой, да. Бедно, серьезно. Тимбер. Тимбер. Тум. Марс. Как у нас, по-чему, для 10 ладей будет? Игра построена. По крайней мере, я постараюсь у тебя выиграть в лайнер. Лайнер? Да. От этого мне будет играть проще. Что нужно сделать для этого? Чтобы играть в лайнер? Не ошибаться. Ну, Олег Шиб. Олег Шиб. Олег Шиб. Магонет, Магонет, Магонет. Именно так. Играто выиграть в игру. Да. Ну, в принципе, классно. Какой-то сегодня паблик начались в праке. Я выиграл успешно. Ярик проиграл. А он расстроен вообще? Да. Я просто вышел, короче, после паблика. Подхожу, короче, к Ярику. Он, типа, чударево. Он развернулся, просто у меня с ноги въебал. Серьезно? Да. Вот я, Леха, свидетель. Да, ладно. У Ярика не мужчина. Ярик говорит просто, Ярик. Я сейчас не настроение, ребят. Я все, я понял. Иногда у Ярика может быть какое-то настроение. В первый раз я его вижу. Да, я тоже охуел, я сейчас. К нам присоединился Ярослав. Мне Магонет сказал то, что он на гости не ударил утром. Было? Я? Да, да. Я ударил стул, на котором он сидел. То, что ты злюка был сегодня. А вот что у меня пожути к нему? Это потому, что ты паблик проиграл? Ну там все вместе. Совпало, да. Просто неудачные стечения в своей язме. Маг оказался не в то времени. Вообще. Да еще, пожалуй, меня ударил. Ну подкатывал. То есть у меня была защитная реакция. У тебя вообще паблики влияют на твой настроение в плане официалок или нет? Конечно, влияют. Если ты проиграл пять пабликов подряд. Конечно, они влияют. Сложно абстрагироваться. Да, сложно не поддаваться влиянию. Несмотря ни на что вообще. Представьте, вот у вас ножиком немножко режут. Ну вот там сто раз, тысячу. Все равно же будет больно. Чуть-чуть привыкнешь, да, но больно же все равно будет. То есть у тебя поражение в паблике, это как будет у тебя ножом бороться? Ну да, тыкнули вот так немножко. Идем дальше. Опять проиграл, тыкнули. Ай. Может быть, посильнее немножко у кукольчика. Да здесь еще просто тяжело. Здесь вообще не идет. Здесь еще пинг. То есть тяжелая, в общем, миссия. Миссия Дубай. Под названием Дубай. Миссия неуполнимая. Очень сложная миссия, да. Пока что не прям поддается вообще она. С этим играми происходит в УДД. Но я хотел больше утащить, наверное, по пикам. Многие говорят, что сейчас уникба имба патча. Кто? Чего скажешь? Ну, аналитики, комментаторы здесь местные. Я с ними пообщался. Короче, я бы сказал, что она имба. Если у Прагов пик такой, не очень хороший. Вот она имба, конечно. Не, она имба, скорее, только на тройке. На тройке было как пашка. Да, на запорте, я думаю, она не имба. Просто имба. Нет свои плюсы, но просто не имба. Проснулся, улыбнулся, Денчик двигается на Уэнью. Бро, где твои блинсяги? Да я не покупаю дорогие вещи. Ладно, это что? Это рюмзакес. Чего ты врешь? Это и Зара. Зара? Да. Да, это и Зара просто рюмзак. 500 дирхам. Ну просто, наверное, надо искать грамотные вещи. Искать и находить то, что действительно, ну, рарные вещи. То есть, что-то рарное надо искать. Это рарное? Да, это радочка. Не, это unusual. Из unusual то, что у него есть, я ищу unusual. Не, это комонка. Это говно. Это, в общем, тоже Зара. Как настроение у вас перед матчем, друзья? Охуенно. Победное? Мы идем сегодня выигрывать, правильно? Мы не разъебывали. О! Конечно. Обманул. Ебать! Что? Все. Все, больше ни о чем меня не проси. Все, это была последняя капля, которую я терпел. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Извини, да не хотел. Да не на соли, бро. Друзья, вот это смотри, сейчас делается не на извинения, это делается на удачу. Смотрите, артист подключает девайсы. Всем привет, друзья, мы находимся под столом Дениса. Что вы там делаете? Что вы делаете в моем холодильнике? Булет, слава Интерия. Друзья, меня здесь булет, это просто жесть. Я все, я поключил. Аккуратнее с головой. Все сделал? Да, да, все, красавчик. Дмитрий, как настроение у нашей команды сегодня? Ну, команды? Команда отличная. Отличная. Мы успели сыграть целое одно КВР. Представляете? Утром. Это коротко. Победа? Конечно. Невероятная победа на классе. Просто импрессив. Разрыв. Закрыв пролома. Там были разломы. Что там еще любят у нас комбинаторы нынешние? Ну, вроде все. Удалось парням отойти от вчерашнего неприятного дня? Перезагрузиться как-то? Мы посмотрим сегодня. Потому что, по сути, не сказать, что у нас были какие-то проблемы, наверное, психологического флага. У нас были проблемы более игрового плана. Если вы увидите сегодня мипа на ФП, значит, не удалось. Я тп-6. Угу. Кудратцы, кудратцы, парни. Я по двоим... Парни, я хочу тимбера оставить. Я хочу пожава пить. Смотрите потом тимбера, я буду бежать слева. Может, зацепишь? У него, блин... Смотрите, парни, я могу. Давай, давай. Ух, блин. Эти две сферы вместе с ним очень тяжело. Хорошо? Да, хорошо. Парни, удар, чит, а не мид. Хватит ману, говорю. Лучше уже на маге. Парни, смотрите, надо тэпаться, я думаю. Могите мне просто этим. Я могу немножко подойти пока. Лучше умер, парни. Безнай, не забудь, парни, еще, еще. Я буду... Смотрите, ЛТ чуть-чуть тэпанул. Удэл, урчит, припал. Зарчита, Удэл. Зарчита, Удэл. Окей, окей. Он будет блинковаться. Да нет, он не блинковаться. Парни, надо... Детай, наработай. Парни, дам, дам, дам. Тимбер без БКВ, парни. Удэл закончил. Хорошо, парни. Парни, Удэл цепанул? Я по джала добиваю парня. Удэл тоже добивает. Парни, Свен, шить миру. Свен летел в миру. Парни, по Свену? Парни... А его можем как-то оставить? Я думаю, нет. Непонятно пока. Парни, я даю, я закончил. Мага, дашь мне Эмпауэр? Ты понял. У меня нет репауа пока. Понял. У насрали мага. У меня Витю. Пока не могу его выиграть. Парни, да я... Парни, да я... Аккуратно. В порядке. Мы в шарде. Парни, я Сибера сосу. Ну, давайте. Парни, скажи. Пишопил по случаю. Бать, мы их высосали просто, блядь. Один момент, конечно, был неприятный. Когда там чуть-чуть Симвер вниз тянулся. И получилось так, что их оказалось просто больше. Они под Тавром, да, типа, с телепортом убили. Чуть-чуть неприятно было. Чуть, в общем... Типа, в моменте было у нас так, ну, очень пассивное вплощение. С седьмой по 12 примерно. Ну, единственное место, куда могли прилететь, когда Тавр Т1 потеряли. Как будто во Фэн, но мне кажется... Рибер, он бикит и смолк, но потом мы, типа, увидели, что там было 20 типа стиков. Я был, в общем, без фингера, и мы такие подумали, что... Да не, я думаю, нормально качались. Если мы пришли Т1 открывать, нас бы опасали. Ботя просто стоит Свен, у которого 1800 пп и как бы... Но он еще стоит не один. Там всегда либо пуш, либо ЦМ где-то под ним. У тебя комфортно? Везде. Ну, меня не ебали, так что да. Было прекрасно все, да. С Ларк и Свеном вообще нормальная история? В принципе, когда Дэн пришел, убили, у тебя уже и до этого было окей. В целом там 5000 на 10 и 11 вышел. Просто заебись. Ко мне подходит друг. Говорит, надо Дэна как-то уложить. Он как-то так себя отыграл. Но я думаю, что он нормально все сделал. Ты по-любому пиздеваешь, что я ходила тогда, да. Просто правильно вообще. Как ты себя чувствуешь вообще? Все супер у тебя? Конечно. Ты молодец. Да у Дэна и Мба просто лейнер. Ну вообще да, кстати. Пусть стоит Дэнает крипов. Да, конечно. Ну типа, просто уходишь с миды и все. Там даже не надо стоять. Просто арба в 4 в лес. У тебя на миде больше не появляется. Я больше там, да. Потому что ты там не появляешься, просто идешь в фармишн ПК. Запушат мид, и я подойду. Не запушат. Все, отправляемся на другую карту, друзья. Я буду фошивать пока деление. Да, тут еще хуисос просто бежит. Стрелан перестал бежать. И вивей его. Не, подожди. Точку даю. Пальцы. Бля. Я в фаску нажму. Нормально. Я пошел бы на риск. Хорош, панга. В миде. В миде роли, парни. Дерек, отстаешься? Нет, у меня ТРП 8. Я тапаюсь после маги. Я ТРП тоже магом позапошу. Можем панга, панга. Я бессапортов ебал первых. Панга, панга, парни. Леона, Леона, Леона. Люка Руберди. Да, я вижу. Ромниотаро. Эта хуйня. Засранила? Да, в конец. Они меня это устраивают. Луну, Луну, парни. Там арена, П.Y.W. Все он может сделать, панга. Пармилана, я пачку распушу. Панга. Простанем. Простанем. Можем даже это, вот это, чего парня убить. Смотрите. Да, да. Один умер. Задил. И еще это можно все закачать. Панга, я в топ-тепнулся уже. Я аншентов закачаюсь, его закачаю. Не могу пока. Так, чуть-чуть только подходим и... Панга, я бегу. Я снимусь, что? Найс, найс. Пока убивает Бэйна. Сними мне эту хуйниверку, пожалуйста. Снял. Они гомит, гомит, гомит. О, гов просто форсить ему. Да, да, в мир ты можешь прилететь. Да, да, сейчас уже можем. У него шар. Не могу, я не могу дать. Я седал, я седал. Давай-давай-давай. Парни, связал двоих, смотрите, еще. Связаны пока. Парни, Эбера, можем бить? Ага, смотрите. Оффсалли еще. Окей. Руки его? Хорош. Найс. Ну что, друзья. 2-0. Чистейшая победа. Не подойди к ним, эти кочки раз. Я там, короче, нечаянно типа учелу по типу очка баю. Я такой, что типа жал руку, он где-то не у меня, я ему просто даю по лицу. Я нечаянно. Билл Пикер, поздравляю вас, очень трудный герой, наверное, да? На линии играть. Там надо сколько? Ларлита Батита, что еще можно было бы дождать? Сколько нужно иметь, чтобы играть на линии? У меня там одна шмотка стоит 2000 баксов, типа. Кто не знал? На линии? Да. Горящий. Кто не знал? Кто тебе и купил? Мой друг, китайцы. Спасибо, китайцы. Тяжело, конечно, играть тяжело. Тяжело было. Тиммейты хорошо сыграли, даже ничего делать не надо. Просто Ройко фармил, в принципе, там пару раз Глеб нераножал. Они тебе подокрыли же Эмбером плюс-минус, не? Эмбер трудновато ставить, не? Ну, там в китайской доте не трудноват, когда тебе боттл постоянно обозят. Ну, типа, как-то это трудно. Ну, и на руну сюда выйдет. Ну, типа, просто, наверное, Эмбер не самый лучший, из-за того, что другие герои хорошие. Ему не с кем играть. Сапы без демеджа у него. Все как-то таргет один бьют. Еще из необычного вы просто подразъебали линию. Хотя казалось на секунду, что, ну, как будто, блядь, Бэйну Бэйну Луна, типа, ну, два милишника могут этот. Не, просто не пробивают. Не, просто не пробивают. Да, просто не пробивают. Мне кажется... Тебя Бэйну не бил, так получилось, что ты от Аглической Луны, от Луны. А у нее Рэджа не хватает тебя бить, и в итоге на нее суперплохой. Они были поактивнее немножко, да? Да, наверное, где-то драфты попроще. Да, драфты попроще, просто и так полегче играть. Если ты еще линию выигрываешь, как бы... Не, если у тебя фейвермачок. Первый не то, чтобы попроще, но все равно довольно у нас первые игры были. Слд плохой, будешь плохой. Да, просто мы там ничего не могли сделать, кроме того, чтобы фармить, и игра чуть-чуть такая была... Просто медленная, что ли? Типа, мы же даже карту можем играть, но они ничего не сделают. ОД не может просто пойти арт-чит нажать, потому что у него нет стана никакого. Никто не может заинициировать. То есть он на ноге может прижать дать арт-чит? Ну, блин. Это очень ненадежно. Пашу съезжу, как саппорт, без палец остановится после 20-кат. Не, ну он может, блин... Если у него шар... Нет, смотри. Там все зависит, на самом деле, как у него до мидгейма будет. Если он будет жирный, просто наберет стаков 10, он может пойти либо в блинк, либо в какие-то ауры, типа там просто Кримсон купить, как он просто у нас до этого еще делал. Блин, мы просто играли как раз с ними КВ, с LG. Да, и он там? Залпу джана четверг, вот так он нас... А, да? Ну, он взял Кримсон, типа там... Да, вангард быстро, у него там все пошло, и его даже что-то как-то и убить не получалось. Сейчас он решил это повторить, но дважды в одну ворону... В реку не пойдешь. Что у нас опять? Великая Китайская стена? Следующий командор китайский? Возурайли и Пальконс. Они завтра играют, проигравшие этой серии, мы играем с ним. Как у тебя паблики вообще здесь? Ты реабилитировался? У меня все отлично, меня это напрягает. Кто напрягает? У меня напрягает то, что я все выигрываю в пабликах. А, серьезно? У тебя там винрейт? Да. Обычно у меня такой винрейт бывает, когда мы, типа, вылетаем с турнира по-быстрому. Друзья, мы вернулись в практиц, я кинул магия, вызов, вызов. Я давно не кидал вызовы, и тут на 100 баксов у нас. То есть смотрите, 1x1, мид, SF. Он играет только на мышке, а я играю на клаве на мышке. Шансы. Шансы, Данчик. Ты без этого играешь. Шансы? Нет, шансы. Шансы 1. 1x100. Граната, рейндропы. Так. Так, Данчик, ты еще будешь мне помогать. Говори, чувак. Слава в бане. Феррик, манго, капля. Сэнтри, апсы. Данчик, оценим мой фернбай. Покажи, брат. Ну, покажи еще раз. Бро, какие у меня шансы? Что на кону? 100 баксов. На кону жопа. Мне нужно хоть брасеры. А, брасеры? Брасеры лучше. Брасеры лучше? Да. Продай быстрее снипер. Бля, вот шалаклава не работает. Стой, стой, нажми в день. О, все, все, работает. А, бля, я с пингом допустим. Продай снипер свой в сираты. Давай не старт. Быстрее! За полцены и продал. У вас пинг 123 бет. Фул рестарт, фул рестарт. Не, фул рестарт, бро. Это нечестно. Победа! Легкие 100 евро. Спасибо большое. Выходи из обидов. Спасибо за игру. Ладно, чел, я нормально играю. Купи мне брейсер, что ты делаешь? Что ты? Он нормально купил мира? Да. Все, поехали. Почему он слиперс покупает? Батислав, пожалуйста. Просто нажимай на кнопочку, это я прошу. Знаете, что я думал? Я думаю, если я всем проиграю в спирит на деньги, я уйду из спирит. Я проиграл в мире. Орбану? Все посмотрим. Х plate para. Оно от любого будущего? Осталось только против Руси еще в тату? Можно левать в жизни здесь пострадать. Ты это разыграл на астрах? Нет. Ну сейчас. Сейчас. Это курант. Смотри. Тыкай. Смотришь, тыкай какой-то. Глядишь, какой-то сумасшедший. Просто прыжка есть. А, у меня нет бинда на правую? Как Ярик вообще играет. друзья все нормально если могло выиграть только на мышке от пазов вообще меня не верить на мужики а вот и пассивка подрунивает монстр для маны нет мужики че делать покупать на докладе стеки все нормально да не на самом деле бинды не мои все минус что минус что не нравится что не нравится что не нравится что не нравится даже тебя фейс-плога на самом деле сотку давай блядь он амультанул он амультанул вот это вот не даже мне было позорно играет мы мужики добро бро бро я на сэфи играл первая жизнь я не шучу я на сэфи не играл вообще никогда ну а где 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 мы с табактинус ладно мага закончить пожалуйста этот лог позорный слава в ебал мне без шансов не нужны приятно хорошо позитивно скажу не играйте без кайлов на сэфи только если вы не играете просто против своего артиста все на этом мы и закончим наш патриоста влога друзья вот обещанные я специально прыгал маги чтобы он просто был в более хорошее настроение на турнире намагом конечно друзья всем привет доброе утро мы начинаем этот влог с ярославом сегодня нас игра против пазу азу рейки ярослав вчера я вас не снимал что изменилось за день день вообще тот не рассказывал на балкончике что тут кто нового героя идеального для пабликов им баги во-первых он плотный во вторых сильная линия третьих он может фармиться четвертых он может сам инициировать пятых он может удобно играть варды шестых он может просто суеты наводить вот эту позицию на моблик про просто сопо берешь самих игр почему он не так хорош потому что ну там люди уже все-таки помни такого не будет они так мы возьмем вот это потому что он против него хорош и все и уже не сможете нам где-то побегать покайфовать страдаешь немножко до получать не ну не то чтобы я просто играю на героев которых не нужен фарм андрей даре нужен как он осталось сейчас вот паблик уже паблика тонули уже все выиграли ну как страдание все равно присутствует немножко но последнее не да ну вот собственно видишь трейдер 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 вот этот соло проиграл да ты соло проиграл такое тоже бывает я я проиграл я реально признаю вину но в целом сам видишь победа 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 герой жесткий вы создали счет гильдии это инициатива маги happy nation да то есть думаю счастливая нация все не вот поставили здесь тоже пару легенд на второчку тоже было видно что в теме ребята в чем состоит мысал гильдии то все просто счастливые люди да да просто радоваться мелочам дышать полной груди каждый день самый главный хэппи мэн там немножко чуть пониже ролью хэппи гай ну и хэппи гид уже там на закрывашку да да гильдия отличная к сожалению мне прислали invite тоже да 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 но к сожалению я не могу бросить своих друзей из гильдии детка нет если бы можно было я бы инста ливнул из этой гильдии стал бы своими друзьями в хэппи мэйш как начался день в общем день начался супер я пришел увидел ларлита сидящего на балконе настроение улучшилось так что готовы готовы смешать у меня просто такой казалось что после позавчерашней игры у парня как-то поднялся настроение да со стороны то есть что-то прямо улучшилось ты проводил куты беседу с парнями было что-то такое типа один с один ты общался нет не общался или мы общались естественно после гладиаторов мы общались да но я не могу сказать что я вот не увидел что настроение улучшилось типа мы решали довольно фон игровые проблемы и общался индивидуально общался с кем-то фугу вот в целом да естественно так все происходит когда есть какая-то проблема даже если она кажется что она есть только мне кажется все равно иду и дофига решаешь чтобы это дмитрий он решает наши проблемы все парни отправлять играть паблик и после мы двигаемся на сцену играть против азурой ребят закончились веб раке сейчас уже вот-вот выдвигаемся на уэнью вот ярик настраивались это ярик это биг плея это жесткий танк это супер сила сегодня будет такая ёбка возможно даже как капиталий сэйв мельник сыграю но не факт но возможно такой с этими штуками возможно все а зачем ты разный танк не ну просто это прикольно выглядит это стильно черно-белый зебра да и не я черно-белый зебра черно-белое кино черно-белый ты тоже белое волосы черно-белого друзья вчера накрутся на видео где физиогном оценивали клапс давай послушаем скажешь правда нет мира тоже вон с тобой давай давай на проще для него максимально важно четкой четкие показания четкие позиции аргументированность этот человек очень тяжелый если для себя точно это правда он абсолютно человек потому что у него голова квадратная она будет именно так типо стив из майнкрафта ему абсолютно не важна эмоциональная составляющая людей особенно в коммуникации с ними он очень надежный если выбирает действовать и идти делать задачу до конца и самое важное ему падают на это силу для людей он может казаться очень недлительным и ваше некое позиции такого как будто бы он турбус затопленный чудо человечек такое есть на особенности избирательность информации он слышит только то что необходимо ему для реализации их поставленных задач и целей из сложного для общения в команде он очень напрям и откуда она знает но если он выбирает быть симпатичным как будто бы вообще не похоже на магу не все один в один все один в один упрямый он упрямый но в работе он упрямый и тормоз все правда это правда это правда очень надежный можно доверять очень тяжелый очень длительный характер он порой даже думать не будет что нужно делать бля и бать вот она прям как в воду смотрит абсолютно он не думает что делает обычно он очень терпеливый очень мощный мощный компания очень точно всегда можно быть очень конкретным он любит как жилья под хвост попала кто блять под хвост мне ему под хвост кое-что по-другому иногда попадают иногда могут казаться его совершенно очень странными неординарными как будто бы этот парень экстрасенс знаете они никто не может понять зачем он теперь даже умеет его лицо можно рассчитывать на очень хорошего командного игрока он очень захват офигеть он не сильно эмоциональный офигеть да она вообще как будто бы его знает я хочу быть ебать угадалась один пункт из 10 ебаносце важно он может часто опираться на состояние если счастлив ты счастлив и я он может быть очень эмпатичным ну это правда это правда он в целом может быть эмпатичный человек есть минусы сложно контролировать свои есть минусы долбоем долбоем вот так просто глупать плюсы большая активная коммуникация высокая сексуальная активность о о блядь все факт очень сексуально активный человек очень сексуально активно ну это кстати тоже что сказал когда ему все как манность небесная падает как засадки неприятностей как с гуси вода есть ну это кстати тоже вообще его ебашит за каждую неприятность блядь просто поливает инт выиграл стараясь заговорить все эти задачи чтобы кто-то другой может быть за него эти ситуации выполнял на этом мы уже не знаем не высокая сексуальная активность я могу согласиться да ну просто входит как гороскоп будет враг будет настолько хорошо играть что никакой драк не поможет или наоборот мы будем настолько хорошо играть есть не какая-то слабая сторона ты смотрел демки я видел что-то заметил сторон нету самой сильной как оказалось китайская команда на этом турнире но шанс дальше поможет нам только исключительно что нет друзья она поможет скилл руки хорошее настроение полный желудок ну короче много факторов не только удачи дружище запомнили ладно парни настраиваться арата не будем трогать это же фул фокус как бы да ну надо придумать что пикать что не пикать ребята редкие кадры как разминаются или торы перед играми либо ну начал играть по 10 часов доту в день друзья встретил здесь великого человека роджер владимиров как то настроение как я турнир целом победили гладиаторов было легко в принципе да почему двигаемся дальше по сетке а почему ты в джурсухе ликит а почему нет просто фанат я с инцей не хорошо общаюсь а ты смотрел наши матчи как тебя перформанс наш не леет не успевал я ваш фанат но это я понял не ну понятное дело я из-за ярика топлю все такое но когда с ликвид попадете то будет будет больно будет тяжело я за красивую игру про ваши матчи да да конечно я смотрю каждый матч ну то есть понятное дело что какие-то идеи нужно новые придумывать а чтобы придумывать идеи нужно развиваться а чтобы развиваться нужны поражения а в принципе мы играем против Азора как ты знаешь если ты знаешь вообще что думаешь насчет матча самая сильная китайская команда видимо которая осталась бундач вообще рандом в плане все говорили что ну с кем общался что Азора из китайцев самые слабые да ну на праках оказывается праки не прям все могут показать спасибо большое а мы пошли в смотровую смотреть матч все спасибо дружище а а а нормально нормально проходить вот тени прыгнул я тебе помогаю парни два сапа ну давайте хотя бы их уже если тени прыгнет леончик давай 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 ну это его так пока бы ссал выходи просто надо выйти помочь парни у меня через пять будет иллюзия мы можем тут раскидывать умерить застаню и не шучать так тени добивает нормально парни они не могут ничего на отвесе да я просто да да у меня да я вылетел похоже я тебя застанил парни будешь тягивать жаллые люди на мне парни тролль кимбер живет не добьем его не вообще парни тут парни на мне тролль есть еще я не могу в драко зайти меня тролль отзвонил надо выходить да парни можете выйти уже и так заебись давайте выйдет и так будет нормально шторм бкб нажимал дайте инфу да 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 обидел только с гемом я вроде бы как он без альты еще на тролле тут тоже да он без альты он без альты я на него поду рейкер будет это не его рейкер был но он и 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 я этого тосну от себя у меня урта почти есть утром ряда пришел на другу кожу пиздал я уже промазал немного обратно парня так парня после чего потенчу мир с 3 лук я чуть-чуть помогаю я посмотрю на овощи хуё выглядит у него еще ульт на тролле есть короче я если они сейчас пойдут эти стаки и экспу заберут будет хуёво порвали на из парни дальше смотрите лови 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 хорош 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 молодец раздавлены лучше у боба и башки просто просто бежать у меня просто рошана мы не можем бить надо бить они сами подойдут в нас я думаю я выхожу парня парьеру трой прыгнул мне дали хекс ух 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 утащится хекс а будет тяжелый парня на простоит они в зоу выйдем я не думаю что будто ващина тоже съелась а может эрик ты очень много что-то потравишь спиздить так похуй тролль бкб нажал еще не знаю тролль резать резать отрезать нужно какой-то дэмэж слот парни вот они вот они поршал я бою немного порядок живи парни жить жить тролля покать на ульта чуть-чуть скоро будет я могу просто кинуть когда он будет бить 15 мы можем попробовать взорвать и познаете как там ломает пока повесить хочет парнем ультанул я на я умер парня две секунды я буду у него еще одна парня похоже на кг это такой попробуешь поддевать что-то да не на нее такая такая кг к сожалению там а к тебе просто не шина до фармин ты же делаются таки просто фармин и форсинг сбоку все мы будем будете убивать ты можешь нажимать тп под койл паку бывать пола на из него все же не надо этого тролли играет в аппаратом арфа но мы выиграем если просто мы не будем фильм те же раз два сказать просто не слушаешь потому что мы вот под не сыграем пытаемся там просто нам вот пройти тяжело и она постоянно подставляется мне кажется не знаю просто фармить я же ты же большим был тоже это большой лэл сайки ты просто не зафармил тоже они список что их не фармишь я зафармил 20 конечных потом когда мы пили уже впаять но если ты качаешься и мы в миде с ними пиздимся ты же один на один стрелем типа нормально качаешься мне до 6 минут до 6 я не знаю но это просто у меня ярко пришел на седьмой для против просто чтобы он пачка чем не потепло он по моему не забудете все шаби опыта 6 добил не знаю все он потом просто на тролль типа можно было убивать скупайна типа у меня что стоит лучше это один раз плохо мы напали на второй раз просто слишком тянут не готовы были а я думаю тебе в этой игре я точно вот она была в общем небольшой типа тоже вот даггер вайл там живу и просто на себя какой-то ну в общем в общем внимание питаться сайгать файтер не ну просто бейбу типа пизд ничего это ну в общем типа мы в общем мы там просто не первый прыгали а вот когда вот я первый там прыгаю с эти вот оса и меня просто 5 героев меня и башит и а ты в это время очень сложен продолжишь что-то сделать типа убить там течса там спилить спилить типа кого-то еще так я подпойл подвошлось подавить но это не типа там и так будет дэмэж же типа вот эта морфа нам надо чтобы именно типа что-то что-то я могу спокойно тос если просто в ней блинка носит мне просто тролль сядет на ебало и все он же тебя не убьет за секунду нападать одно дело под тавром когда герой может депнуться под тоса там вы нападали типа ближе к тройке и мы напали чуть-чуть на где руна сверху она она прям под рунной бана убежала там на своих агэ чуть дальше побежал вот был момент вот мы же когда смакуемся на этого троля мы у я ставлю кайл по двоим уливаем рубика плюс один как вообще умереть не может не поднимать там блюра заптился да ну как я имею ввиду у нас умер кимбер флоу но я просто нажал чейн чтобы дать дамальше все на самом деле надо было постараться чтобы мир успел тэпнуться ты типа ставишь ойл сайленс и пока он станете успеть гречу тос дать не просто я рекорд убить я не подходил так и там уже просто рубик сел прямо передо мной он меня разревелил я сразу у него все кнопки левать но ты в этого тоже попал как ультой просто он разлетелся да значит быстрее были были мастера сами перейти на самом деле что-то с штормами нельзя так пикать просто вот так вот давать там парку аппаратом потом и прочее в тимбера слишком оверфорс был меком рейс я просто так пик нельзя вот мы пикнули тимбер потом тени нормально 16 нас должен быть сейфа я думаю это все неважно нам же тролль просто идет и ломает вышки соло ему команда не успевает помочь он визит просто сломал вышки перетягивается в топ ломает а потом ты пашется вот убивает тимбер назвала просто не готова у них дуку я даже должен делать но типа у нас просто как разешь нас ни одного сильного онлайна нет у нас это выиграл на себя взять сак я мог я мог спокойно у меня был раньше шестой чему убрю мне вот мы от один раз ответили я не получилось убить но потом я думаю нам надо просто ее пытаться убить если она сама заходит нам на мид и пытается там ломать там при этом один раз она пыталась выходить на миде на самом деле получилось так как все все да да не мы плохо там кнопки ну даже даже просто сложно нажимать когда-то выжила на 20 попал даже полетел просто очень поделом она покинулась я думаю самое важное это просто не давать ей самой мид прожилить и просто играть на своей фарме если они проблема действия на сайтах мы просто можем же отвечать но она же не пойдет бить товар типа ну вот условно тролль тп это в топ мы тпм просто туда аппарата пока мы же убьем тролля да нет это дело продадут очень тяжело играть потому что саппарат пока на и все но нам просто тяжело по игре да но мы же можем просто не отдать и мы же с позиции слабость еще играем все у нас три лайна снизится слабость и вся у них три лайна с позиции силы даже в топе ты сделал но 5050 они я стою я могу его просто но у меня просто нет героев ну тем более у тебя аппарат который помочь не может и покрыть волной который тоже зафорсится особо не может не это нужно не постоянно мид потому что я думаю если мы там оставим тени мы можем там мне кажется просто как раз пропустики маленький сам поставить по дунаю нас ебали в миде и за это просто она просто поиграть тебе тропами контрит против аппарата на сильное я купил в один момент игра то более-менее нормально что я учитай этого лучше учитай этой хуйни с 15 минуту что они видят всю карту мы там что-то зафорим в их лес на нет подходим они просто по тропам видят как мы бегаем и не подставляются и ну и потом и в своем лесу убили дэна обмедили убили они в принципе просто видит весь турнир просто тяжело идет историк тяжело катки идут так ну что друзья у нас закончился турнир на 6 на турнире мы проиграли azurei 02 на вас начала быстренько пройдемся по этой серии что вообще пошло не так потому что казалось что вас просто как-то вы неправильно рейтели героев ошибались очень глупо как будто не фокусе были что скажешь ну на самом деле стоит наверное отметить что неправильный рейд и в целом как-то неправильный акцент на каких-то там вещах проследовали нас на протяжении всего турнира то есть проблема с которыми мы столкнулись чуть ли там ну не сразу мы так не смогли как-то нормально разрешить где-то неправильный рейд где-то акцент не на том где-то просто не хватало понимания где-то там должной практики конкретно про серию ну что можно сказать то есть в первой да нас действительно какой-то мере переехал тролль то есть он там залетел про хорошую игру и на самом деле я помню точно один хороший момент то есть там враги забрали рошана мы целенаправленно решение драться за рошана там не так было удобно но в целом до еще рошана то есть у нас там была хорошая ситуация мы их там где-то убивали мы там доминировали я бы сказал вот но потом как будто мы как-то перестали нормально искать драки хотя нам скорее всего это точно стоило делать особенно пока у тролля не было к ним у нас там была пугана ну то есть там троллю не очень сложно как-то нести им пока да там просто остров кидается дали в него или там еще куда-то не до конца понимали наверное наш пик силы и как раз что мы сильнее конкретно данном этапе игры чем враг и могли на это лучше давить а мы как-то решили просто поделить карту я думаю это довольно такое ключевое стало ошибкой ну и потом конечно там уже где-то дрались неправильно где-то решение опять же неправильно принимали вот но во второй они взяли троллядом относительно рано и я даже думаю что мы взяли не худших героев опять же то есть мы взяли там аппарата пока сразу аппарат один из лучших героев против тролля ульта там жестко дает по киму тоже там очень мешает играть плюс чем у нас там теперь теперь такой тролля да но опять же только тоже ему мало делает а тени ну тоже не худший герой на самом деле где-то его просто его станет контроле ну типа такой саппорт которую имеет немало контроле но каждый раз как-то выходило так что мы думали не о том нет не соблюдали нормально план но даже на самом деле что несмотря на все вот эти вот там детали все но были хорошие эпизоды в игре где мы их там подловили где-то их там убили четко даже где-то я думаю у нас это было преимущество несмотря на все можно сказать то что вопрос в ком-то были не фокусе то есть это тоже это как один из факторов нехватка концентрации нехватка понимания неправильно оценивать ситуации то есть нехватка там где-то уверенности где-то там может веры в каких-то героев еще что то там то есть это все вот соответственно и происходит именно поэтому и драфты где-то не очень удачные получаются вообще в целом как оцениваешь этот турнир то есть что он тебя дал может чем-то учился может быть команда чего-то научилась если что такое я думаю главное что нам этот турнир дал понять он как бы скорее напомнил каких-то базовых вещах которые мы недостаточно хорошо соблюдали возможно где-то уже подзабыли ну то есть dot это все-таки такая очень динамичная сложная игра чтобы быть на вершине все нужно постоянно играть много тренироваться то есть поддерживать определенный прям уровень чтобы у тебя какие-то определенные вещи были прям доведены до автоматизма чтобы ты можешь там больше где-то уже думать о каких-то макро задач в игре будем еще вместе обсуждая с командой что да как ну то есть конечно но мы не сюда вас это не собираемся будем все равно работать по перцараться побеждать и радовать не только фанатов но и нас сами сами уже себя красивой игрой какой у нас дальше плана у команды вообще в целом я знаю то что вы заведите на bootcamp у вас следующий турнир сейчас мы будем находиться здесь на турнире до конца турнира потом у нас там есть неразрешенные задачи с которыми нужно будет разобраться на это уйдет несколько дней попутно будем пытаться немножко как-то отдохнуть и загрузить ну да то есть решился это все равно всегда нужно стрессовый у нас вид действенности я бы сказал вот будет дремлига будем на получается у нас дремлига если не ошибаюсь то ли 25 ну где-то там 25 числах вот так же мы будем сербии на визу подаваться то есть ну в англии все-таки вроде прошли да на турнир там вроде визы нужны вот будем этот вопрос тоже решать ну и соответственно все потом у нас уже будет буткем будем снова тренироваться и готовиться дремлига это весьма важный турнир я правильно понимаю уже нужно да дремлига если не ошибаюсь как раз дает тебе очки там какой-то там рейтинге а благодаря этому рейтингу потом будут команды отбираться на сам ряд то есть все да все турниры важны чем успеете ли дремлиги подписи все все эти пробелы время покажет я верю что ребята успеет все конечно были ничего будем стараться и так сказать прошлый сезон в какой-то мере начинался также какой-то уже опыт есть ну как он начинался чуть по-другому вкатывались в сезон с новым игроком а теперь нужно просто вкатиться в сезон вот ну в общем уже опыт поражения у нас не маленький за плечами будем короче что-то да будет делать нашей игровой форме конечно будем стараться развиваться работать дальше то есть игра такая да неважно насколько ты крутой но если не будешь ни храна делать то я ничего не получит ничего не получится да друзья на этом и законченный наш влог последний из дубайска спасибо большое что смотрели линию последние к сожалению последние спасибо что смотрели спасибо что поддерживали ребятам это очень важно спасибо вот увидимся совсем скоро до встреч пока пока до новых встреч